Всех вас еще раз приветствуем, дорогие братья и сестры. Мы очень рады, что Господь позволил нам и сегодня быть здесь, в Доме Божьем, на этом месте. И рады, что Господь Бог дал нам и возможности, и силы, и здоровье прийти сюда. Пусть Господь благословит нас тем, чтобы мы могли сегодня прославить Его не только тем, что мы услышим, а тем, что мы даже можем и сделать для Него. Наша тема сегодня называется «Почему Бог избрал тебя?». Это очень интересное размышление, я думаю над этим, я всегда над этим думаю, как бы размышляю. И сегодня я хочу поделиться этим размышлением с вами. Пусть Господь благословит, чтобы то, что мы будем читать сегодня, оно было ясно, доступно и как-то было применительное в нашей жизни. Слава Ему за все! Аминь. Итак, почему же Бог избрал тебя? Почему Он избрал меня? Вот такой вот вопрос всегда звучит. Какая цель у Бога? Почему Он открылся мне или тебе? Почему Он не открылся кому-то другому? Какой смысл в этом есть? Какая цель у Бога есть? Что Бог преследовал в этом? Если бы мы могли знать будущее, абсолютно все могли предвидеть. Если бы мы могли знать движение финансовое в этом мире, если бы мы знали Божий план по отношению к нам, если бы мы знали, какая работа будет для нас хорошая, успешная и принесет нам хороший результат. У меня вопрос. Как вы думаете, повлияло бы это на выбор в вашей жизни? Ну, конечно. Почему? Ну, если я знаю, что это лучшее, конечно, выбрал бы лучшее, правда? Не то, что сегодня, например, выбрал. Хорошо. Хочу сказать, что Бог – это Тот, Который знает будущее. Бог – это Тот, Который читает мысли. И однажды Он сказал, а почему вы такие мысли в ваших сердцах допускаете? О чем вообще вы думали сейчас? Это Тот, Который абсолютно знает все. И если Он знает все, и мы хотим знать наше будущее, так мы можем у Него и спросить. Наше будущее, оно описано в Священном Писании. Интересно, когда Он избирает Петра как будущего апостола, знает ли Он, что Он от Него отрекется? Да, знает. Знает ли Он, что вообще-то он, так скажем, бизнесмен не очень? Всю ночь словил, ничего не поймал? Избирает. А знает ли Он, что воин, он вообще тоже так себе промахнулся, ухо не отрезал? А вообще, зачем Он избирает такого неудачника? Зачем? Зачем ему нужен такой апостол, который вообще как-то вот, сколько мы видим, он как бы не сильно. Еще и дьявол просит, говорит, вы же там как пшеницу рассеете их, и все, чтобы их вообще не видно было, не слышно. А Он говорит, ты знаешь, я молился Отцу, чтобы вера твоя сохранилась. За кого ты молишься, если ты и так знаешь, что там будет все не так? И чтобы, когда ты окрепнешься, мог пойти и укрепить еще и братьев твоих. Интересно, что кажется, иногда Бог избирает неудачников. Но это на первый взгляд. Бог всегда смотрит на большую картину. На большую картину. Он видит большую картину нашей жизни. Он не останавливается на наших провалах. Он не останавливается на наших каких-то, знаете, там неудачах. Он смотрит большую картину нашей жизни. Какую пользу я могу принести для Него? Давайте мы сначала разберем историю с эсфирью, а потом вернемся к Петру. Когда мы говорим о эсфире, она была избрана Богом для чего? Чтобы не просто стать царицей, правда? Для того, чтобы спасти всю нацию. Знала ли она об этом? Не знает. Тема наша называется «Почему тебя Бог избирает?». Она не могла даже догадаться, почему Бог ее, скажем так, предложил, чтобы она впоследствии стала царицей. Она не могла даже догадаться, что она когда-то будет избрана. Во-первых, она из еврейского народа. А царь близко, а не еврей. И уже тут кажется, это нереально. Но то, что для человека нереально, Богу все реально. Тем более в то время к престолу уже был приближен Аман. Аман. Аман, Библия говорит, что это злобный Аман. Не знаю, почему такая характеристика написана злобный Аман. И вот этот Аман, он всячески устраивает свою жизнь. У него очень большой доступ. Очень. Царь ему дает свой перстень. Он может пользоваться этим. Он живет в царском доме. На территории царского двора. У него очень большая власть. Очень большая власть. И кажется, как же все возможно поменять. И у него все нормально, за исключением одного. Исфирь 3 глава, 5 текст. Исфирь 3, 5 говорит, когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падается ни перед ним, исполнился гнева. Все нормально, но вот есть один такой момент в жизни. Не нравится ему это. И 6 текст говорит, ему показалось ничтожным наложить руку на Мардахея. Я могу, конечно, Мардахея убрать легко. Но этого мне мало. Я хочу всю нацию, весь народ, чтобы не стало их стереть леса земли, истребить абсолютно всех, которые были в царстве Артаксеркса, как народ Мардахея. Друзья мои, мы видим, что история повторяется неоднократно. Этого хотел Гитлер когда-то, истребить всю нацию. Сталин приложил к этому много. Да и сегодня история на Ближнем Востоке, она тоже говорит о том, что все повторяется. Мардахей, друзья, родственник Исфири. Он был недалеко от царского дворца. Люди передают ей и говорят, слушай, а он там как, ну как бомж выглядит. Одет плохо. Вот вообще все плохо. Она ему передает одежду. Хорошую одежду передает. Ему это не надо. Он говорит, я живу другим. Я переживаю за весь народ. Что будет с народом? Потому что я вижу, что ситуация плохая. И четвертая глава уже говорит о другом. Книга Исфирь, четвертая глава, тринадцатый текст. Мардахей набирается смелости и говорит ей, передает и говорит ей. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. То есть у тебя большой шанс есть остаться живой. Ты в доме царском. Но если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. Из другого места придет. А дом отца твоего и ты погибнете. Ну как? В царском дворце. Опять же, Мардахей видит большую картину. Он говорит, и ты там долго не задержишься, если такое пойдет. Кто знает, вот ответ. Кто знает, не для такого ли времени ты достигла царского достоинства. Друзья мои, никто никогда не знает, для чего он приехал в эту страну. Каждый думает, что он просто, ну, знаете, вот он захотел, и он приехал. Он добился, и он приехал. Он там решил, он там имеет родственников или какие-то еще возможности, и он приехал. Не все так просто. Она тоже не знала, зачем она попала в этот царский дворец. И тут вдруг Господь все так разворачивает, и картина становится более ясной. Почему Бог избирает ее? Почему Бог избирает тебя? Оказывается, у каждого из нас есть миссия. Есть миссия. И не важно, где ты живешь, Бог для тебя нашел миссию, работу, служение. Не важно что. И я не могу просто так сидеть, потому что я знаю, что эти слова сказаны. Если ты не скажешь, если ты не сделаешь, Бог с другой стороны поможет. Но я понимаю, что ты должна сейчас говорить, не молчать. Говорить, это означает, можно и умереть. Она дальше об этом говорит. Поститесь, молитесь. Если погибнуть, значит погибну. Я решила пойти к царю. И вот идет к царю. Мы знаем ситуацию дальше, что действительно Господь избавил народ свой. Но у меня вопрос остается некий сфере. Остается к самому себе и каждому из вас. Для чего Бог избрал тебя? Для чего? Думал ли ты глубоко об этом? Для чего Бог избрал тебя? Может ли Бог обойтись без нас, чтобы донести свою весть народу? Может. Может. Конечно, может. А скажите, а хочет ли Он донести весь народу без нас? Не хочет. А Он говорит, а как без проповедующего? Помните, да? А как без проповедующего слышать? Конечно, нужен проповедующий. И вот в послании к Ефесианам, первая глава, четвертый текст. Послание к Ефесианам, первая глава, четвертый текст. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Это очень серьезный текст. Очень серьезный текст. Он избирает нас в Нем прежде создания мира. То есть в Иисусе Христе. Чтобы мы были святы, чтобы мы были непорочны пред Ним в любви. Написано, предопределив, усыновив нас в себе через Иисуса Христа по благодати, по благоволению воли своей. Друзья мои, мы не будем сегодня разбирать учение Кальвина. Предопределение. Мы в это не верим. Мы точно знаем, что в Слове Божьем, в Торе написано. Сегодня я тебе предлагаю добро и зло. Я предлагаю тебе жизнь и я предлагаю тебе смерть. Избери. То есть человек должен сам избрать. Человек должен сделать выбор. То есть Бог дает человеку выбор. Что мне нравится, что Бог никого насильно не заставляет. Он говорит, избери. Но я хотел бы обратить все-таки на первую часть. Бог нас избрал. Избрал. Осознаем ли мы это? Что Он нас избрал? Для какого-то служения. В этой стране. В этом городе. В этой церкви. Бог избрал нас. Знаете, несмотря на то. Достойны мы или не достойны. На первый взгляд кажется нет. Кажется. Зная историю Петра, избрал бы я его или нет? Не знаю. Если бы я так все про него знал до конца, я бы его не избрал. Он меня подведет. Он мне предаст. Он от меня откажется. Он скажет, что я вообще не знаю, кто я такой. Понимаете? И зачем мне с таким идти, который впоследствии меня предаст? Понимаете? Но Бог смотрит по-другому. Бог смотрит. Он избирает, несмотря на то. Достоин я или не достоин. Он избирает по одной причине. Я его творение. Я его сын. Я его дочь. Только, спасибо. Только поэтому он нас избирает. Когда мы открываем Иоанна 3,16, довольно знакомый нам текст Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир. Кто сюда входит в мир? Все. А дальше? Да, бы? А здесь все? А здесь не все. Вы понимаете, в чем речь идет? Бог избирает весь мир. Но спасение только уверовавшее. А вообще-то весь мир избран. То есть это нет такого понимания исключения. Кто-то исключается. Этот, да, тот, нет, нет, нет. Бог всех приглашает. Абсолютно всех. Достоин, недостоин. Всех приглашает. А выбор остается за человеком. Верить или не верить. Это наш выбор. Кто такой Бог? Бог, он является автором всего, что существует в мире. Когда мы открываем Колоссянам 1,16, Колоссянам 1,16, мы читаем. Им создано все. Им создано все. И дальше перечисляется где? На небе. На земле. Видимое. Невидимое. Начальство. Престолы. Господство. Власти. Им абсолютно все создано. И еще что написано? Для него. То есть, хочу сказать, что он является автором абсолютно всего. Теперь возвращаемся к Петру. Луки 5,1. Луки 5,1. Однажды, когда Иисус стоял у Генесарецкого озера, а народ, слушая Слово Божье, теснил его, он увидел две лодки. Вот они причалили к берегу озера. Рыбаки, выйдя из них, чистили сети. Иисус входит в одну из лодок, в ту, что принадлежала Симону, и просит его отплыть от берега. А сам, сидя в лодке, учил народ. Здесь есть, как бы, нечто непонятное. Я вижу, вы так сидите и реагируете нормально, как будто это нормально. Ну как, вы выходите на паркинг, а в вашей машине кто-то сидит. И вы подходите и говорите, а вы говорите, я так подумал, ты такой верующий, хороший, Библия в машине лежит. Мне просто нужна твоя машина сегодня. Я хотел, не могу пока. Не, не, подождите, при чем Иисус? Иисус это человек. Он такой же, как и все. Лодки причалили, вы читали, да? Две было. Причалили. Рыбаки, это значит и Петр, вышли вымывать сети. Он заходит в лодку Петра. Это как называется? А где договор на аренду? А где страховка? Вы вообще понимаете, с чем речь идет? Я сейчас понимаю, что вы начинаете понимать. А сначала это все нормально, он же Иисус, ему все можно. Нет, нет. Он тоже человек. Он как все. Он заходит и уже сидит в лодке. Вы подходите, а у вас кто-то сидит в машине. Причем в самой лучшей. Вы знаете, хочу сказать, что вы помните, что вообще в Евангелии от Яна написано? Первая глава, первый текст. В начале было Слово. Слово было у Бога. И Слово было Бог. И дальше? И без Него ничего не начало быть, что начало быть. То есть, Он является автором всего. Согласны? Он является автором всего. И хозяином всего. Другими словами, Он все над всем. Скажите, если ты автор всего. Зачем тебе нужна моя лодка? Вы понимаете? Зачем тебе нужна моя машина? Ты автор. Зачем тебе я нужен? Своими недостатками. Зачем ты автор всего? Зачем тебе лодка, если ты можешь ходить по воде? Ну зачем? Ты же по воде можешь ходить. Зачем тебе лодка? Друзья, Он хочет мою лодку. Он хочет создать церковь. Он ее создал. Он хочет ее создать из разных людей. Из разных национальностей. Он хочет ее создать из богатых и бедных. Он хочет создать из разных сословий. И национальностей. И он это делает. И вы знаете, он хочет, чтобы все, кто приедут сюда, были объединены в одну большую прекрасную семью. Он говорит, я хочу использовать твою лодку. Тяжелее всего понять нам, зачем тому, кто имеет все, кто по воде может ходить, нужна моя лодка. А зачем тому, кого написано и золото его, и серебро, и звери в лесу, все ему принадлежит? Зачем ему нужны пожертвования мои? Зачем? У него все есть. Зачем ему это все надо? Ведь моя лодка, она меньше, чем другого. Она уже не такая, может, и хорошая. А он говорит, нет, нет, мне вот эта лодка нужна. Петр мог подумать, это же грязно, еще не вымытая после этого. Он говорит, нет, нет, мне вот именно эта лодка нужна. Вы знаете, друзья, хочу сказать, нужна ли была ему лодка Петра? На самом деле нет. На самом деле нет. Но Петру точно нужно было благословение Божье. Ему не нужна моя лодка. Ему не нужны мои пожертвования. Ему не нужно, что у меня материальное есть. Мне нужно Божье присутствие в моей жизни. Мне нужны благословения Божьи. И он говорит, испытайте, попробуйте, давайте и дастся. Это тот принцип, когда мы испытываем, насколько Бог верен своему слову. Это насколько Он верен. Вы знаете, мы думаем, что нужны пожертвования, потому что они поддерживают служение, они поддерживают служителей. Это нужно, чтобы оплатить за свет, оплатить за воду. Но хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы каждый понял, что Бог богат абсолютно всем, и Он ни в чем не нуждается. Написано, что Он обладал еще всем этим, еще до появления мира. Он автор всего. Он абсолютно автор всего. Но обратите внимание, что там стоят две лодки, и Он входит в лодку Петра. И еще третий текст, читаем еще раз. Иисус входит в одну лодку, в одну из лодок, в ту, что принадлежит Симону, в третьем тексте написано. И дальше интересное слово. И просит. И просит. Ну как? Бог, автор жизни, Бог, который обладает всем, Он просит. Он говорит, слушай, можно отплыть? Друзья мои, заметьте, пожалуйста, что Бог хочет здесь показать. Он хочет показать, мне нужно сотрудничество. Я хочу с тобой сотрудничать. Почему я тебя избираю? Я хочу, чтобы мы были как одна команда. Ты вообще чувствуешь это, Он спрашивает. Петр говорит, нет. Вообще не чувствую. Друзья мои, у меня вопрос. А хотели бы вы, чтобы Иисус попросил у вас вашу лодку? Ну, зная все, конечно, хотели бы. Сколько рыбы поймали. А вы знаете, что Он просит у вас периодически? Лодку. Он просит ваше личное участие. Он просит вашу недвижимость. Каком смысле? А можно у вас домашнюю церковь провести? О, нет, нет, у нас мало места. Нет, нет, извините. Нет. А вы могли бы поучаствовать в служении сегодня? О, нет, так, знаете, я поздно с работы прихожу. Нет, нет, нельзя. Нет. А вы могли бы спеть? Нет, вы что, у меня вообще здоровье не, не, ничего. А могли бы принять кого-то? Нет, вы что, я сам еле помещаюсь. Но вы только что сказали, что вы согласны. Он хочет попросить лодку. И говорит, слушай, можно вот лодку еще и отплыть? Друзья мои, хочу сказать, что по сущности Он просит у нас то, что принадлежит Ему. То, что принадлежит Ему. Он просит наши способности, наши таланты, те дары, которыми Он нас одарил. Он говорит, ну послужи этим для того, чтобы еще кто-то узнал о спасении. И мы так удивлены, почему мы должны отдать то, что мы заработали. Это моя лодка. Я ее своими руками смастерил. Но только нужно отдать еще ответ. А из чего ты ее построил? Из дерева? Так дерево я словом создал. Я сказал, и оно выросло. Ты опять забыл, что все, что у тебя есть, это из руки моей получено. Получено, Господь Бог говорит. Словом Бога создано. А возвращаясь с Иоанна 1.1, в начале было Слово. И Слово было у Бога, Слово было Бог. И Он всем обладал. Вы знаете, у Петра была лодка, и она тоже была сделана, создана Словом Божьим. И та рыба, и то море, и тот химический состав, по которому Петр ходил лодкой, это тоже Богом было создано. И та рыба, которая там есть, это тоже Богом было создано. Как мы все приватизируем? Как мы все говорим «моё, моё, моё, моё». Очень хорошо, когда мы сотрудничаем с Богом, друзья мои. Оно остается нашим. Но мы точно знаем, что мы управители, а оно принадлежит Богу. Мы просто партнеры. Мы партнеры. А как хорошо быть партнером с тем, кто все знает. А он знает, куда отплысть. А он знает, где рыба. Говорят, что Дух Святой, работу Дух Святого можно сравнить с рыбалкой. Вот ты как бы не видишь рыбу, а она там есть. И чем больше ты начинаешь изучать об этом деле, тем больше ты узнаешь, где и как. И ты становишься профессионалом. Ты можешь больше получить. Чем ты больше узнаешь. И да, ты ее не видишь. И ты в это не веришь. Как Петр говорит, нет, нет, хватит с нас. Мы всю ночь, мы уже никакие. Ну, если я тебя прошу, ну сделай. Вы знаете, все это надо было сделать Петру и согласиться, и толкнуть лодку от берега в воду. И он думал, что Иисусу она нужна, оказывается, на какой-то часик, понимаете, там народу рассказать, отплыть чуть подальше. А на сколько Петр задержался? На три с половиной года. Оттолкнул лодку всего, ну так думаю, на часик. Вот так оттолкнул от берега. Ну там же он решит, порассказывает. А вот, а получилось на три с половиной года, друзья мои. Он проводит вместе с этим человеком. Вы никогда не знаете, что Бог может совершить в нашей жизни, пока не позволите войти Ему в вашу лодку. Никогда мы не узнаем. Никогда. Мы все оцениваем будущее, опираясь на опыт прошлого. Ну я же всю ночь ловил. Ну я же ничего не поймал. А что изменится через несколько часов? Ну что изменится? Ну ладно. Раз просит, уступлю. Переступлю через себя. Но мы даже не подозреваем, когда мы впускаем Господа в свою лодку, мы даже не можем представить, какие благословения может принести нам следующий шаг. Поэтому, друзья мои, разрешите Господу войти в вашу лодку. Как хочется, чтобы Дух Святой, которого мы не видим, чтобы Он действовал в нашей жизни. Я понимаю, что я не вижу в этом вообще смысла, но раз Господь говорит, давайте сделаем. И тогда мы увидим не просто смысл, а результаты всего этого. Послушание Богу – это гарантия нашего благополучия в жизни с Господом. Может быть, мы не станем богатыми, но Господь Бог сказал, что я не видел никогда праведника оставленным и потомка его просящими хлеба. Я не видел. Это наш Бог. Поэтому, для чего, почему Бог призвал тебя? Подумайте. Может быть, для того, чтобы расширить Божье Царство? Почему ты сидишь в этом зале? Ты не знаешь? Разреши войти Господу в твою лодку. Пусть Он войдет в твою жизнь. И она изменится. Она измерится коренным образом. Пусть Господь благословит нас в этом направлении. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы очень благодарны Тебе за благословения Твои, за то, что Ты был с нами. Господи, мы порой настолько немощны, мы порой настолько близоруки. Мы не можем видеть далеко, но вместе с тем мы настолько горды и заняты, что мы Тебя и близко, и не подпускаем. Прости нас за это. Войди в нашу жизнь. Участвуй. Руководи Господь. Помоги нам полностью доверять Тебе. Боже, мы хотим отдать Тебе не в аренду, а отдать Тебе Твое. Это все, что у нас есть. Это наши силы. Это наши способности. Это наша лодка, Господь. Это все, что у нас есть. Мы отдаем Тебе, Господи. Мы знаем, что Ты в этом абсолютно не нуждаешься. Мы нуждаемся в этом. Господи, помоги нам видеть, что отдавая, Ты благословляешь нас и людей, которые рядом с нами. Будь, пожалуйста, с нами. Благослови всю церковь. Благослови нуждающихся людей. Тех, кто ищет работу. Тех, кто устраивается в этой стране. Благослови, пожалуйста. И эту страну, ее руководителей, ее будущее. Мы знаем, без Тебя ничего не происходит. Все доверяем Тебе. Управляй и руководи. Во имя Иисуса просили. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok